Доброго времени суток! Игра Архейдж – это действительно большой мир с удивительными местами и путешествовать по нему доставляет особое удовольствие. Дополнительный интерес добавляет достижения, которые зарабатываются при посещении определенных мест, которые чаще всего спрятаны и являются труднодоступными. И чтобы найти это место и добраться до него, требуется приложить немалые усилия и сноровку. За все время игры я посетила многие такие места и какие-то карты уже открыла полностью. Но тут я опять нашла сайт с перечнем ачивок и решила снова попутешествовать. А начала я с самого сложного и труднодоступного – исследования морей и морских островов. Ссылочку на сайт, с которого я смотрела достижения, скинула в описании. Начинается путешествие по секретным точкам с Нуимара. Чуть ниже локации Нуимара есть небольшой островок. Многие фракционники посещали его, когда топились в море, чтобы встать недалеко от острова Свободы. Второе место также посещаемое и оно видно на карте. Мелкая точка у границы карты и есть наше следующее секретное место. Здесь мы находим скалистые высокие выступы. Надо забраться сперва на самый высокий. Помочь здесь может глайдер, которому не страшен турбулентный поток. На самом верху возле ящиков и большой лампы мы находим пиратский тайник. На соседнем скалистом выступе чуть ниже находится еще одна точка. Добраться туда уже в разы проще, мы просто перелетаем со скалы на скалу. Очередная точка находится недалеко от Респа Кракена. На карте это крайний правый остров от Респа РБ. Добраться можно как с Аларида по ветру вверх или с моря бурь. Это небольшой необитаемый остров с парой деревьев. На вершине острова и есть ачивка. Но не торопитесь уходить с острова. Внизу под водой расположена тайная пещера, которая не видно с поверхности. Берем акваланг, надеваем ласты или садимся на субмарин и опускаемся под воду. Пролезаем в ласт и выходим на поверхность пещеры. Зарабатываем еще одну ачивку. После нам необходимо добраться до Саларида. Нужное место это островок, отмеченный на карте между Саларидом и островом Инистер. Находим маленький выступающий из воды островок. А вот и ачивка. Да, здесь действительно открывается красивый вид на Инистер. Далее мы с пирожком отправились на остров Свободы. Задача не самая простая. Надо забраться на самую высокую гору на острове. Сделать это действительно непросто. Поднимаемся на глайдере повыше и перелетаем на гору. На вершине получаем ачивки о покорении горной гряды острова Свободы. Отправляемся опять в Саларид. Или же можно открыть порт для восточников в арсенал сожженной крепости. Посреди моря полумесяца есть остров с поселением. Остров на карте не отмечен, поэтому примерно ориентируемся и отправляемся на поиски небольшой скалы возле острова. Тут главное найти скалу, с которой будет открываться вид на остров и сломанную башню. Зарабатываем ачивку. Следующая точка находится недалеко от полуострова Рассвета, на одном из жилых островов. Найти нужное место несложно. Это маленькая хижина на берегу. Забираемся на крышу и получаем ачивку. Совсем рядом от этого места есть неотмеченная на карте песчаная отмель. Пропустить ее тяжело, она действительно крупная и хорошо заметная. Бегаем по отмели и получаем достижение. Теперь нас закинет в сторону двух корон. Ориентируемся на выступающий мыс с поселением, которое мы постоянно оплываем, когда возим паки морем по западу. Находим там выступающий островок. А вот и ачивка. Вот со следующей ачивкой у меня произошла небольшая трудность. Остров хоть и называется необитаемым, но на нем расположено поселение, и на самой вершине стоял дом. Трудность добавила еще и то, что эта ачивка у меня была давно заработана. Минут 30 я бегала вокруг острова и дома, пытаясь понять, тот ли остров я нашла. Сдавшись, я решила проверить свои достижения, выдохнула. Достижение было просто уже выполнено, и мои поиски были бесполезны. Для надежности я проверила этот же остров на другом сервере и на другом персонаже, где точно не было этого достижения. Как видите, остров тот и все на месте. После я отправилась к очередному острову. Найти было несложно. Достаточно большой и заметный остров напротив мыса двух корон. Прогуливаемся по острову, зарабатываем ачивку и дальше в путь. Добраться до следующего места можно из порта Лютни или Махадеби. Ачивка находится на заросшем водоросле камня на берегу красивого острова-поселения. Забираемся на камень и вот достижение – осмотреть коралловый остров. Не так далеко от кораллового острова расположено еще несколько точек. Смотрим карту и находим скалистый остров. На вершине получаем ачивку. Далее отправляемся на вершину острова пляшущих костей. Добраться туда также не совсем просто. Взлетаем на глайдере, приземляемся. Осмотрев остров под вершиной, мы видим строительные леса и висящие скелеты. Нам надо постараться аккуратно упасть туда и заработать достижения. На юго-западе острова, недалеко от берега, ищем разломанный корабль. Возле этого разломанного корабля мы получаем достижение остров Марианика. Выше острова по карте, посередине, между полуостровом Салрид и Инистри, находим очередной остров с поселением. На берегу острова выступает высокая скала. Забираемся на вершину скалы и открываем достижение коралловый остров. Самое интересное и самое сложное я оставила на десерт. На острове пиратов есть несколько ачивок. Но сложность заключается в том, что если вы не пират, то вас могут убить местные пираты или вольники. Начнем с того, что полегче. На востоке острова, если спуститься под воду, можно найти расщелину, заплыв которой зарабатываем ачивку. Подобное место тут одно, и если немного поплавать, можно легко найти. Вниз по карте от острова пиратов есть выступающий остров. На вершине острова зарабатываем ачивку. На этом у нас простенькие задания заканчиваются. В дальнейшем нам поможет глайдер, и только глайдер. Взлетаем и добираемся на вершину корабля Морфеуса, на радарную вышку. Прицеливаемся и приземляемся. Вот и ачивка. Через пару попыток вы точно сможете добраться до вершины. Подбираемся к все более сложным местам. Две ачивки расположены прямо на полуразрушенной башне пиратов. Добраться туда достаточно тяжело, и здесь помогут глайдера. Набираем высоту и добираемся до вершины. Упираемся глайдером в стену и отзываем его. Аккуратно пробираемся по краю, и вот достижение поднятия на вершину башни. Но нам надо еще выше, да, на самый-самый верх. И вот это действительно не так просто. Место на вершине очень узкое, и падать будет очень больно. А внизу нас ждут пираты и вольники. Набираем высоту и летим. Не обязательно приземлиться на самый верх. Хорошо, если вы просто пролетите мимо, и вам засчитается достижение покорений самой высокой точки бухты. Простенькое у нас закончилось. Остальные ачивки находятся внутри башни пиратов. На первом этаже штаб пиратов, статуя Морфеуса и несколько вольников. Зайти через ход будет тяжело. Там нас встретит два вольника, в центре зала еще несколько. Но мы воспользуемся черным входом. Внутри башни идет винтовая лестница, которая выходит наружу. А снаружи идут навесы, далее по лестнице вверх в клагу пиратов. Настолько высоко нам забираться не надо. Достаточно взлететь на глайдере и попасть на внешние навесы. После спускаемся внутрь башни. Здесь нам надо попрыгать и испытать свое мастерство и удачи. Это все еще море, и на глайдера действует турбулентный поток. Как только мы попадаем внутрь башни, оставляем проход по правую сторону. А перед нами на стене видим небольшой выступ. Надо попасть на него. Отходим, прицеливаемся и приземляемся. У меня получилось со второй попытки. Спускаемся от входа ниже. Видим выступ и решетку. Сбоку решетки на самом верху есть дыра, в которую надо залететь. Испытываем удачи и запрыгиваем. Проходим чуть вперед в тоннели и вот она ачивка. Выбираемся наружу. Следующие две ачивки расположены одна под другой. В центре башни на цепях висит люстра. Используем глайдер или телепорт и приземляемся на нее. Вот и ачивка. Остается самая сладенькая. Под люстрой висит клетка. И это наша очередная ачивка. Внизу сидят пираты. Стоят вольники. Можно совершить последний суицид и пролететь к клетке, заработать ачивку и героически погибнуть. Ну или выжить, смотря как повезет. Почти все ачивки на бухты висельников у меня были выполнены уже давно. Я достаточно длительное время играла в пиратах и между рейдами исследовала остров. Пройдясь по всем отмеченным местам на сайте, я добила некоторые недостающие ачивки. Но титул картографа я так и не открыла. Видимо, острова и моря еще недостаточно исследованы и остались какие-то неизвестные точки. Так как достижения скрытые, то и нельзя понять, чего же не хватило. Я посмотрела несколько сайтов, но новых мест я не нашла. Если вы уже исследовали острова и открыли титул картографа, скажите, что я пропустила и я закончу свое исследование островов. Ну а пока что я и Пирожок продолжим исследовать огромнейший мир игры. До новых встреч на бесконечных просторах мира Архейдж. Возможно, все-таки удалось понять, почему не получилось взять достижения картографа морских островов. Достижения на Коралловых островах в 4.45 на видео зарабатываются, но не отмечаются, как полученные в списке достижения не отображаются. Достижения как бы есть, но на самом деле его нет. Я написала в техподдержку и получила ответ, что передано разработчику. Может быть, когда-нибудь разберутся с данным достижением, может быть, проблема именно вот в этом. Продолжение следует...